Продолжает действовать федеральный проект, в рамках которого люди, известные в политике, образовании, культуре, журналистике и других сферах, встречаются и общаются с молодыми людьми. Очередная встреча в Доме молодёжи вызвала живой интерес у ребят, поскольку она затронула актуальные темы. Мероприятие состоялось в Славянском Доме молодёжи накануне дня рождения Героя России генерал-полковника Геннадия Николаевича Трошева. Его дочь, президент фонда патриотического воспитания имени генерала Трошева Наталья Белокобыльская, сказала, что встреча проходит за день до 77-летия его отца в Славянске-на-Кубани. И это не случайно, потому что с городом многое связано в его жизни. Она представила собравшимся известного военного журналиста Геннадия Лёхина. Почему я хочу, чтобы у нас сегодня откровенная была беседа? Ребят, чтобы вы не чувствовали себя чуть-чуть как-то скованно, я хочу, чтобы у нас действительно был диалог на равных. Эта встреча очень важна не только для меня, для Геннадия Тимофеевича, думаю, тоже, но и, конечно же, для вас. Почему? Потому что у нас сегодня есть уникальная с вами возможность. Геннадий Тимофеевич является автором очень многих книг. Вот мы сегодня привезли несколько книг, про которые он расскажет вам, и они посвящены специальной военной операции. Полковник Запаса, автор ряда книг Геннадий Алёхин – человек с широким кругозором и огромным жизненным опытом. Он рассказал о военной журналистике. Люди этой профессии зачастую рискуют своей жизнью, чтобы рассказать о других, о их подвигах. Говорил он о генерале Трошеве, о его человечности и профессионализме. Настолько это был открытый, искренний человек, что можно было посоветовать, можно где-то что-то было подсказать. Я у него многому научился. Именно в этих некоторых информационных вещах даже он мне показывал. То есть это было взаимопонимание. А вот, допустим, вот сейчас вы все наблюдаете, да, специальную военную операцию, как она освещается в средствах массовой информации. Ну, в первую очередь на центральном телевидении, это называется сейчас федеральные каналы. Тогда было в порядке вещей во время первой и второй чеченских кампаний, событий в Дагестане, чтобы высокие армейские руководители, допустим, командующие группировок, генерал Трошев, генерал Шаманов, генерал Казанцев, они постоянно давали какие-то комментарии прессе. Приглашенные ребята, представители волонтерских организаций, активисты движения «Первых», воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», студенты, узнали много нового о воинах, вооруженных словом, как называют еще военных журналистов. О специальной военной операции обсудили тему создания книги «Генерал», посвященной памяти Геннадия Николаевича Трошева. В ходе беседы собравшиеся прониклись уважением к доблести и героизму журналистов и всех участников спецоперации. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Продолжение следует...